Боже, милостиво, будь не грешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав еще грешил, Господи. Прости меня, грешен. Милости Твоей, оранье, Господи. Мы желаем собрать все внук Твоих и выслушать, что скажет нам Дух Святой. Открой на шесть ростах принятие Слово Твое, и выдаю бодрость и помоги исполнить слышанное. Тебе слава за всеотечественное, Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну ладно, это Ваше место, понятно. Это мое, это голодина. Будет все нормально сидеть. Спасибо. Мне приучить тоже надо. Куда-то? Куда-то? Не-не, сидите, сидите спокойно. Леонид, ты глубоко не заходи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Тимофею. Третья глава, шестнадцатый стих. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Третья глава, шестнадцатого стих. Ибо он намерен сообщить ему нечто прискорбное, именно что он оканчивает свое земное поприще. Итак, чтобы не падал духом, как решающееся общение с Павлом, он говорит, вместо меня ты имеешь писания, которые могут тебе быть полезны. Некоторые задают вопрос, как апостол Павел сказал, все писание богодухновенно. Уже ли и эллинские писания богодухновенны? И затрудняясь решением его, переводят не богодухновенно, а богодухновенное, чтобы была мысль, всякое писание, которое есть богодухновенно, есть и полезно. Но им следовало бы взять во внимание, что сказав выше, ты знаешь священное писание. Апостол говорит теперь, все писание, какое, о котором он говорил выше, и о котором сказал, что оно священно. Итак, оно и есть писание богодухновенное и полезное на все, что он перечисляет далее. Полезно, говорит, тем, что научает нас тому, что надлежит нам знать. И нет ничего, что не было бы разрешено посредством священного писания. Если нужно изобличить ложь, и это можно почерпнуть отсюда. Если нужно, говорит, исправиться и получить наставление, то есть вразумиться к справедливости, то есть чтобы поступать справедливо, то и это доставляет тебе священное писание. Маленький комментарий Игнать Тихоновича Лапкина. Нужно ли давать комментарии на этот стих и на эти комментарии с надеждой сказать более, чем апостол Павел и блаженный Феофилакт? Умоляем Христом, истинным Богом, прочтите, что они говорят только в этом стихе о Библии, и полюбите Библию. У меня вот вопросы. 900 лет толкования. 900 лет никто не собирал. Один человек нашелся, диакон. Это он не архиепископ был, а диакон. Видимо, поручил ему архиерей. И сам по себе Константинополь, это город Стамбул. Мы там были. Мне так трудно представить. Вот мы стояли около храма. София, София, у Софии были вы? Вот, ездили когда. Ну, Софийский храм-то, где минареты эти большие? Ну, конечно, огромные-огромные. И так трудно представить. Вот я просто стою и думаю, здесь был Златовоз. Вот так ворота открывать доходил. Никак не совмещается с тем, что есть вокруг. Такая значимость. Но когда ехали мы по Греции, и там, допустим, Солун, послали к Песелоникистам. Я представляю, как горы, как идет апостол Павел по тропинке. Это у меня почему-то легло на сердце, я поверил. А тут более достоверное, более ранее к нам, на 4 столетия, никак так и не мог войти в это. И приехал сюда, я не забываю, и пытаюсь мысленно войти, что я сейчас вот увижу Златоуста, никак не получается. Не знаю, с чем связано это. Теперь, 900 лет, это первый вопрос, это лично меня касается. Второй, 900 лет, ни у кого не было желания собраться, Ефрем писал что-то. Златоуст более подробно, 12 томов, бытие. А вот так вот, как вложено в перстилах, только заняться конкретно Новым Заветом. Что Златоуст сделал, это горшина. 12 томов, а горшина, это 5 том, толкование псалтыри. Это все попутно говорится. 900 лет, почему никого не было? Или были, но не оставили следа, не может этого быть. Феофилакт вошел в историю. Патриархия переиздает, зарубежная церковь переиздает. До революции переиздавали. И по милости великого Бога, по великой милости, мне Бог позволил вот это вот сделать. С откровением вместе, за 2000 лет еще не было, это первое издание. Мы даже не понимаем супер-уникальность вот этого издания. Но здесь вот еще в чем. Писание все. Он упор делает. Может быть переводчики эту тонкость не уплотили. Что оно священно. А почему? Неужели языческие боговновенные? Нет. Бога духовновенные и бога вдохновенные. Разница есть? Писание бога духовновенное. Я согласен. Но Бога ли вдохновенно? Понимаешь, какой вопрос? Я этим вопросом занялся, может быть, лет 25 назад и увидел. Никто внимания не обращает на это. А почему? Встречи с яговистами, с этими, с адвентистами седьмого дня. Они не верят, что у человека душа. Еще после смерти есть что-то мыслящее, как личность, с которой можно разговаривать. Но Самуила вызвала андорская ведьма. Ведьма как может вызвать? Тебе не надо говорить как. Как кослица может говорить? Ученые исследуют язык. Он не может создать звуки, повернуться. У него нет этих костей, мышц нет. Она не может говорить. При всем вере, которой я верю, не может этого быть. Все-таки здесь, видишь, как изгибается. Ты знаешь, вот когда у меня брат рисовал, в школу делал эти, там фанатика. Какой буквой Г говорим? Скажи З. Д, З. А теперь скажи З, И. Ты понимаешь, язык какую форму принимает? Это в зависимости от того, как воздух идет, так давит на то, куда идет звук-то. Язык-то вырван, говорит, без языки. Он ничего не может сказать. Без языки. У него головые связки, все есть. А он мычит и не может сказать. Ну, помните, раскол доставили Николая? Когда они все на столе выпивают. Да он что, царь знает? Они тут кто-то вышел, сказал, они поскочили. Да я нет, тут же язык вытянули, отрезали следующему. Он не может сказать? И было такой язык, отрезали прям под самый корень. И он говорил чисто. Неправда это. Этого не может быть. По-человечески полная неправда. А по-божественному звуки были и понятные, и чистые. Бога духовенную. Ведьма могла вызвать. Почему? Они были в преисподней. Там она не могла взять. Теперь. Я говорю, написано. Вы верите, что Писание Бога духовенную? Ну да. То есть, вот что написано? Сказал безумец, сердце, с вами нет Бога. Нет Бога. Это не Бога вдохновенные слова. А Бога духовенную сказать в это предложение. И сказал безумец, нет Бога. И Бог не вдохновлял его. Но Писание Бога духовенную, то есть, повеление Божие было написать в 13-52 Псалум. Ухватываешь мысль. То есть, текст этот, Бог вдохновил, писали его святые, Божьи человеки, будучи движимы духом святым. Они писали. Но вдохновить на это, оно не вдохновенно было, ведьма, аэндорская волшебница сказала. Бог не вдохновлял ее сказать. Она могла солгать. Писание Бога духовенную, вот это ходило, прорицательность и кричало, синий человек, я отвечаю, там путь спасения. Но это не вдохновенно было от нее. Бог не посылал ее. Он видел это злого духа и знал его. Бога духовенную, это слова автора. Оно написано именно так. Но тот, который говорил, он Бог его не вдохновлял, там сатана. Иди, Ромов Голландский, все, победа будет ваша. Вот эти слова написать, это Богу вдохновил. Но не вдохновенно, там дух лжи явил, вошел. Это сатана вдохновил их сказать, чтобы Ахаву увлечь на погибель. Ухватили или нет? О, тупые. Ну что? А еще замуж забрал. Это как матрешка. Откройте матрешку американцам. Они же не понимают, что... Бога духовенное писание. Что вот это вначале сотворил Бог небо и землю. И далее. 666. Это Бог решил нам дать. Но само это явление поставит. Это не Бога духовенна, не вдохновенна. А Бог сказал сообщить об этом. И все до одного лжепророки лгали, еди на Ромов Голландский. Это Бога духовенна написано. Но их слова не Бога вдохновенна. Бог не вдохновлял их на это. Там сатана, дух лжи вошел. Когда я до этого дошел, я это нигде не считал. Я вымолил у Бога просто. Господи, меня мучает этот вопрос. Хочу знать. И мне вдруг как вот... Какой шибер называется. Шибер это вот как задвижка какая. С мозгов сошла, и я увидел. Ой как, я к адвентистам-то. Да вы верите, что... И сказал Самуил. Для чего ты тревожишь меня. И сказал Самуил. Вот эти слова автора, дальше прямая речь. В школе-то мы изучали это дело. Так вот, и сказал Самуил. Мы можем сказать, вы говорите, сказал злой дух. Это слово Бога вдохновенное, слова или нет? Они богодухновенные. От Бога. И это сказал именно Самуил. Дальше волшебник. Мы не говорим правильно или неправильно он сказал. Но именно сказал Самуил двоеточие стоит. Ты понимаешь? Это Самуил, это не злой дух сказал. Нет, конечно. А они этого не понимают. Нет, говорят, это злой дух. Я говорю, написано и сказал Самуил. Конечно. Это автор пишет, автор. Что он... И сказала волшебница. Сказала волшебница. Что она сказала? Она не правду сказала, но это сказала она. Вот это Богодухновенность. Это повеление Божие написать. Человек произошел от обезьяны. В школе опять преподают это, опять учат, но все больше учеников, которые плюются, уже не говорят. Ну да. Вот так. Почему они говорили, что он сумасшедший был? Что он ни с кем не разговаривал после издания этого труда. Он все потерял, а был сроковный староста. У меня в книгах это отображено. Так вот, что он говорит? И сказал Дарвин Чарльз. Это именно он. А сказал человек, произошел от обезьян. А он и не говорил этого, оказывается. У него этого даже нигде и нет. Он говорил видоизменяемость в зависимости от обстановки. Вот бабочка обыкновенная, она, допустим, была желтая. Но поселившись в Лондоне, на этих стенах, на этом смоге, а она сделалась серой, ее почти не видно. Внимательно. Я могу ошибиться. Ведущий заснул. Я сказал, и сказал я, сказал я, это правда. А сказал, правда я или не правда, он говорит, я просто задумался и смотрю. Вот это да. Я тебя, Гали, спрошу вопрос, который для тебя более понятный, чем так. Это твой венок? Ну, конечно. Божий венок. Лично, как ты считаешь? В Думе голосуют сейчас, чтобы понизить возраст, когда она самостоятельно может получить паспорт и выйти замуж. Без паспорта они его не будут. Лично я считаю, этот возраст можно даже повысить. Повысить возраст можно, но никак не понизить. В 17, но ниже никак нет. Сейчас 16 лет уже, говорит, уже все. В 20 лучше, в 20. А? В 20 лучше можно дать такую привилегию. Я говорю про Думу, Дума, которая там думает. Ну, как? Нет, нельзя понижать. Возраст понижать нельзя. У тебя бы спросили сейчас, вот у тебя, дочери, как ты считаешь, понизить, чтобы официально можно было и пойти, и зарегистрировать, и замуж выйти. Они на какой уровень хотят понизить? 14, 12, сколько? Допустим, речь идет о 16 годах. Да рано это, ну куда там? Там еще в голове-то ничего не будет. Ну, ты не учи, весь Восток с 12 выдают, весь. И Индия, там мусульманство все, 12 лет, 12. Ну, 12, наверное, уже рот никогда не искажайте, так рукой это не надо, а то застынет. У тебя меньше, наверное, уже 12. Ничего не соображает. Огнюша 9. 9, только. Леониде 13. 12. Значит, ты проголосовала против, а ты? Она не видит. Раиса Николаевна. Кого? Не видит. Не видит. Замужит же. Да тебя, конечно, никто не возьмет замуж уже. Пойдешь. Горшки только относи. Да, именно, он мне застынет. Ты расскажи, как ты считаешь, ты во сколько замуж вышла? Ой, же вышла я, ну, 18-й год был уже. 17-й год. И вышла я, буквально, это приехала, приехала, тогда на Целину уже приглашали. Блинников-то мой приехал из Ленинграда. Петухов? Блинников. Да почему? Блинников. Блинников. Он старше же у вас был? А была ты Петухова? Да, на 8 лет он у меня старше. А я была Петухова, да. Так вот, вышла-то потому, что нас было четверо, а мама-то была больная. А отец-то помер в 47 лет. Его тоже доконали, он тоже был верующий. Все дальше понятно, уже большая история. Все, нужен был, кормили с помощью. Да, 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 да. Я вот вышла за его радио. Все понятно. Так, дальше, Татьяна Кузьминиша, во сколько вышла? Я пошла уже в 22. А? А можно было еще подождать. В 22 года. А ты, Людмила Степановна? В 21. До 60. В 21. Сознавайся, во сколько? В 22. А ты? В 21. В 21. В 20 с половиной. В 20? Мне почти 19 было, когда я женился. Ну, про мужчин пока отдельный вопрос был. Я в Сентре Алексея Михайловича цель был намного ниже. В 18. Какой он был, ему было там 16 лет, что ли, а она еще моложе. Я не случайно говорю это. Богородица, когда держала и рисует младенца на руках, ей было неполных 14 с половиной лет. Но самое-то главное, что ее официально выдали за Иосифа, у которого было от 72 до 84 лет, где-то возраст всего там. Сейчас говорит какой-то артист, он женился на какой-то меня, тоже там такая, боевая, на 45 лет. И он что-то заметил, что она у него деньги ворует-то. Дело дошло до Верхобсу, да, и она, видимо, что-то сказала, и сим инфаркт, и слег. А деньги ей и достанутся. Ну, конечно. Лев Ашанин женился, он преподавал, я стихотворение у него в литературном институте рассказывал. Вот. Но она студентка, а он преподаватель, там где-то на 35 с чем-то или еще-то такое делал. И он однажды нанял садовник, отца смотрит, смотрит она с этим, молодой парень садовником-то ей. Обнимается, целуется. И он до того запереживался, слег в больницу. А после, значит, видимо, расстался с ней, раз тебе так надо, он интеллигентный человек-то. И так прожил один, и все на этом хочется. Конечно. Обман. Какие там молодые. Как пишет Ездры, говорит, через женщину, все мы много согрешаем и умираем. Вот поэтому береги. Смертный огненный круг. А откуда такие вопросы возникают? У меня другой вопрос. Всех депутатов подвергнуть полиграфии. И все. И из них половина будет педофилов. Да. Вот и весь сказ. Сейчас выпустили табличку такую, и написано, депутаты, так вот, как он называется, здесь так или как-то в этом. В Дании. И показано, депутаты, сплошняком велосипеды стоят, ни одной машины нет. Показывают, депутаты думают, какие марки, какие стоят. И показывают. Простолюдин получает в месяц 2,5 тысячи евро. Депутат 5, в два раза. Дальше показывают. Русские там столько-то получают. Ну, это прожиточный минимум. Ну, 20 тысяч. 20. Депутат 850 тысяч. Прожиточный не 20 тысяч евро. Представь себя. Меньше. Депутат. Девять с лишним прожиточный минимум. Нет, я не прожиточный, зарплата. Министр образования, кажется, 3,5 миллиона получают. Пусть получают. Это все между делом. Я к тому бога вдохновенно, где это вдохновенно. Что я сказал это, ну, это можно и это проверить. А если от бога вдохновенно, оно обязательно имеет какой-то результат. Я почему упалил. И не противоречит священному писанию. Два момента, по которым можно узнать, вдохновенно это или нет. А теперь считай. Второй Тимофею 3,17. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Толкование. Исправление, говорит, бывает через Писание. Чтобы у человека по Богу живущего ни в чем добром не было недостатка. Так что, если и ты желаешь сделаться таким же складным, то есть совершенным, здравым и всегда во всем равным, не унывающим, в печальных обстоятельствах, и не гордящимся в благоприятных, ибо это свойственно неровному душевному настроению, то имей Писание советникам вместо меня. Если Тимофею, который был исполнен Святого Духа, апостол писал о чтении, то не тем ли более нам? Заметь, что без Писания нельзя быть совершенным. Не просто принимая участие в добрых делах, но будь приготовлен, то есть совершенно готов. И не только на одно готов, на другое нет, но на всякое. Комментарий Игнатий Хачалавкин. О роли Священного Писания в христианской жизни и православном вероучении Святой Кирилл Иерусалимский говорит так в огласительных беседах. Двоеточие. Цитата. Никакая божественная и святая тайна веры не должна быть сообщаема без Божественного Писания и не должна основываться на одной лишь вере и избранных словах. «Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о нем, если на слова мои не будешь иметь доказательства из Божественного Писания. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказательства Божественными Писаниями о Святом Духе. Веру же, как в учении, так и в исповедании, старайся иметь и держать ту только, которая ныне сообщается тебе Церковью и которая утверждена всем Писанием. «Теперь пока от настоящего чтения начертай в памяти истинной веры, а в свое время на каждую из них извлеки доказательства из Божественного Писания. Ибо истинные веры не так составлены, как бы хотелось людям, но приличнейшие места, будучи собранные из всего Священного Писания, составляют учение веры. И как семя горчичное из малого зерна много пускает отраслей, так и эти истинные веры в кратких словах вмещают все ведение благочестия, содержащегося в Ветхом Завете и Новом. Цитата заканчивается. Огласительное поучение, пятое. Еще цитата. «Неужели Христос напрасно вочеловечился? Неужели учение наше есть вымысел и мудрование человеческое? Не божественное ли Писание есть спасение наше? Не пророческие ли предсказания? Итак, храни верно сей залог, чтобы никто не поколебал тебя». Огласительное поучение 12. Я это прочитал мусульманам, беседуем. Ну и что? В Коране не так написано совсем. Кто писал? Святые Божьи Человеки. А у нас книга, она прямо перед Аллахом, она с неба опустилась книга. Рука человеческая не касалась ее. А у вас так написано, чему верить? Я говорю, пусть верит в каждой своей книге. Ты веришь так, но только ты абсолютно точно должен знать, что наш Бог, Его, Саваок и Аллах, это совершенно разные личности. Совершенно разные. Еще общего между ними нет. И весь сказ. Поэтому вы верите своему Богу, мы своему. Вот на этом разделении. Другого ответа просто не могу дать. Потому что свойства, которые они ему приписывают, то в виде даже пиявки и что-то, то другое, у нас вообще этого нету нигде. То он сказал так, то каждое слово, которое там записано. А дальше-то у них эти свои мидраши там написаны, толкования и сколько только нету. А нужно ли это? А без этого нету. Вы слышали, вот когда человек какую-то книгу открывает, он, ну ах, Талмуд свой открыл. Талмуд, это не книга. Талмуд, это 12 томов. Талмуд. 12 томов. Ну, допустим, ну, что-то мне надо делать. Сосед кран не закрыл и течет, и у меня тут просто так. Сосед, понятно, что для мной сосед. Теперь разбирается, что и Любовь Петровну заставили платить. Она, так она еврейка, причем еврейка, ты не закрыла. Еврейка. Она, на то, что она еврейка. А ты русская, а под тобой еврейка. Если бы наоборот еврейка была сверху тебя, ты бы еще сказал. Она специально меня православную залила. И она, так говорит, идол поклонница. Она меня залила водою. Но есть моменты, которые, они строго смотрят. Нельзя прикасаться к мертвой кости. Ты осквернен, до вечера тебе никуда нельзя ехать, ни на вокзале быть, ни на скамейку общественно садиться. Он посидел, ушел, а я знать не знаю. Я сел на эту скамейку, и я скверный. А он сидел с того конца. Не имеет значения. Сейчас показали фотографию. Что такое миква, знаешь? Женщина имеет месячный менструальный цикл. И теперь она должна зафиксироваться, что началось ночью. И она идет утром, говорит, ее ставят на учет. И теперь она никуда. Муж сразу в другое место, больше они не встречаются. А почему? Это может не воздержаться. И дальше оскверненный он пошел на работу. А работает с шофером. Весь автобус скверный, нет. Они не встречаются. И теперь обновление, когда последнее дело это, проверяется. Там миква. Вот это миква, омовение в воде. Так это еще не все. Показано, насколько это строго. Военный стоит. Военный. Военный стоит. И перед ним стоят женщины, совершенно голые. И он разбегает у них спереди и смотрит, как кончилось или не кончилось. А врач. А там уже смотрят. Ребей, что ты там нашел? Ну, учитель. Так они встречаются, как будто первый раз встретились. И стоят, то три женщины перед ним. И он, значит, первый там наклонился, рукой разбегает, смотрит. А как по-другому? А никак. Потому что везде обман. А так обман, а нет справку, выдали. Все, свободно, иди домой ночью. Это прямо фотографии показаны. Не надо бояться. А теперь, смотри, кости прикоснулся. А теперь ворона прилетела, а я вышел на улицу, стояла, она уронила кость. Кость бывает тащит. И упала на меня. И я скверный. А почему? Кто? И на это у них ответ. Вот на все, что я говорю, на все ответ. В этих книгах. Кому дерево принадлежало? Чье это дерево? Почему дерево сучки пустило на улицу? Отвечает тот хозяин, чья это яблоня. Вот у меня голуби, и там голуби. А голубенок посредине, увидели? Чей голубенок? Шагами замерить, какой голубят не ближе. А в Моисеевом законе говорят, убийца, убитого человека нашли кого-то, до ближайшего жилища надо мерить. Да не умно это. Они его могут привезти из-за океана к нам, бросить покойника, и сроду не найдешь. Кто Талькова убил? Он убежал уже. Уже в Израиле. А тут все написано. Даже кажется надуманно как-то, еще подобного. У них такая забота обо всем. Говорят, а вот у них кошерная пища. Они тщательно проверяют. Русские начинают. А они там специально заклинательно сатанинские молитвы считают. Это ложь, ничего этого нет. Они считают очистительное. И они в самолете летят. У нас знакомая есть, стюарная саработает. И кошерная пища дают. У нас кошерная пища. Тут евреи есть, некоторые русские пристрастилицы, теперь берут только кошерную. Она проверенная. Крови там нету. Свинины нету. Она чистая пища. У нас и на роде никак не заботятся. Вот перевод дан один чистый, синодальный. Сейчас любые священники, давай, напускай, хоть какой-то считают. А там совершенно не то написано. Сейчас новые переводы, такие переводы. Считают, что думают, что он Библию в руках не держал. Вот нам как раз этот талмуды можно назвать творение святых отцов. Но только талмуды божественные. А у них просто человеческая мудрость, основанная, может быть, и не на любви. Я прочитал такое. Женщина еврейка поступила на работу на складе кладовщиком. А кто там? И говорится, если один мужчина там, язычник, на работу не устраивайся. А если там работает пять мужчин, можно пятеро не решаться. А теперь ты отдал вещи на склад хранить, ну, камера хранения. А куда ворота выходят? Если выходят на проезжую часть дороги, можно. А если куда-то во двор, они ночью могут русские украсть. Нельзя сдавать. Абсолютно все. Даже корову сдает телку, а пасет один язычник не сдавать, как бы он и не изнасиловал. А если два пастуха, можешь евреи корову сдать, чтобы пасли в русские. Какое у нас мнение? Это первое. А во-вторых, как все предусмотрели? Так это талмуд. Понимаешь, нам кол на голове тиши, мы ничего не понимаем. У нас везде был лозунг раньше. Топящуюся печь не оставлять без присмотра. А сегодня затопил, спичку сузил и пошел в гости. Приходят одни угольки. А на дверке открылась. У нас тоже есть свой бедраж. 2 Тимофея 4.1 Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении его и царстве его. Толкование. Толкование. Я сейчас скажу, смотри, я сказал, как там этот ребят, что-то там вошел, как недовольный. А идете к гинекологу-то, что делать? То же самое и делает. А идете, когда рожать туда, то же самое все на виду и мужчины принимают. Ничего нет. Так это не божественное. А это он, чтобы выполнить стих в священном писании. Не прикасаясь к жене в юнишей статте. А как выполнить? Да не выполнить. А они выполняют. Эти люди все могут сделать. А мы ничего не учимся. Апостол внушает Тимофею страх и в другом месте сказал, Эти люди, где бы их увидеть-то, этих людей? Пред Богом, все животворящим, завещеваю тебе. 1 Тимофею 6.13 Здесь же он делает речь свою более страшной, напомнив о том суде. Того, говорит, кто будет требовать отчет, привожу от свидетелей, что и это я не скрыл от тебя. Живыми и мертвыми он называет или грешников и праведников, или умерших, а также и тех, кто тогда останется в живых. Некоторые, впрочем, разумеют души и тела, когда имеющего судить? Во время пришествия его, которое будет со славой и царским величием. Ибо второе пришествие будет не такое уничиженное, как первое. 2 Тимофея 4.2 А что значит уничиженное первое? Ну спроси, не то, что уничиженное первое. Объясни, что это означает? Как вы понимаете, уничиженное... Уничиженное первое пришествие? А второе будет царским величием. То есть, Антонио. Как? Что имеет в виду? Уничтоженное? Имеется в виду потоп, наверное? Нет, уничиженное, не уничтоженное, а уничиженное. Униженное. Не объясняй слово-то. Я же сказала... Считай, как есть. Она дома читает без тебя, а ты униженная. Ну я же сказала, уничиженное. Готовая, просчитай, пусть она объясняет. У нее образование есть. После детей классов, что там, институт, технику. Тут есть кого объяснять. Первое уничиженное пришествие. Объясняй. Пришествие Христа? Ну, конечно, не мое. Ну, слава Богу, что не важно. Ну, потому что у него была какая позорная смерть. Его предали позорной смерти. Крестная смерть считалась самая позорная. Это исшествие, а не пришествие. Уничиженное. Уничиженное пришествие. Ну, родился он в яслях, где скот был. Зрак раба называется. Ему даже места не было. Ни в гостинице, нигде, когда они пришли. Да мало того, из Назовета. А может ли что, в пристанище каких-то людей-то. Из Еплиема. И ты Еплием. Не мало ли из-за воеводки Удиных-то. Ну, Потеряевка. Что, смех один. Да смех, конечно. Да смех, конечно. Потеряевка. Да смех, конечно. Я в аэропорту, в аэропорту, в Вашингтоне. Ко мне подходят. Я не знаю, то ли я разговаривал, но услышали. Так, мы едем в Россию сейчас, в Иркуст. Скажите, а вот Новосибирска далеко до Потеряевки? Меня совсем не знают. В Вашингтоне, в аэропорту спрашивают про Потеряевку. Они не спрашивают, как в Барнаул проехать. Он им не нужен. А Потеряевку. Вот какую дали раскрутку. Давай, считай. Так. И в чем же он заклинает? Ну? Проповедуй слово. Настой. Во время и не во время. А влечай. Даша, настой во время. Что настой? Ну, мы знаем, что такое настойка. Настаивай, значит. Не принимай от этой крепкой дави. Самый лучший перевод. Синодальный. И в нем четко сказано. Другого не будет. Настаивай. И, наконец, продавишь это. Да мало ли чего. Бумага все терпит. Написали тут. Это мне говорят в камере. Но прошло два дня, не больше, как я помню. И они меня уже спрашивают. Вопрос возник, а не ко мне. Я говорю, а скажите, там у вас в книжке как написано? Я говорю, не книжка, а книга. Ну да, в книге. И вот лежит майор милиции. Лежал, лежал. Здорово. Я вот так понял, размышляю, как вы все сказали. Вас вообще не сбить им. Не осудить его. Это неописуемо. Как? Он задал по себе, что он нас на охоте, стрелял не туда и убил другого милиционера. Камера преступного из МВД. А когда объясняю, он опять думает, а как по-вашему? Вот так-то. Опять лежит, думает, думает. Неуязвимо. Ни с какой стороны вас не взять. То есть, у него хватает ума даже на это. Пошли. Второй Тимофей 4.2. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обречай, запрещай. Увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Толкование. К чему же именно апостол заклинает? Что это означает? Проповедуй слово. Не скрывай. Или не зарывай в землю сущего в тебе дара. О! Да устрашимся сего мы, линящиеся проповедовать. Проповедуй непрестанно. Говори неутомимо. Не однажды, а всегда. Пусть не будет для тебя определенного времени. Но во время, то есть во время мира, спокойствия, пребывания в церкви и не во время, то есть в опасностях и вне церкви, говори и проповедуй. Во время и не во время, сказал апостол в том же смысле, в каком говорится это в обычной речи. И рисуй что-то хорошее. Благовременем для проповеди почитают время мирное и спокойное, а безвременем для нее время бедствий. Иные опять благовременной проповедью почитают проповедь в церкви, а безвременной вне церкви. Или еще иначе. Не жди времени падения, но учи прежде чем падет кто. Когда видишь, что это должно сделать, то есть когда найдешь кого согрешающим или намеревающимся согрешить, то не пропускай даром. После того, как обличишь и докажешь погрешающему его погрешность, запрети ему. То есть наложи петемью и наказание. Запрещение с наказанием подобно резанию, а утешение приятному пластырю. Итак, приложи пластырь утешения, чтобы одно резание, производя крайнюю боль неверглого отчаяния. Соединяй это со всеми предупредительными мерами. Ибо и обличать должно со всяким долготерпением, дабы обличаемый верил всему не без основания. И назиданием, объясняя, как он согрешил и в чем грех. Таким образом, должно запрещать с долготерпением, налагая наказание не как врагу, но как сыну в разумлении. И в учении, то есть научая самого после наказания. Утешение больше всего нуждается в долготерпении и учении. С долготерпением не случайным, но со всяким. То есть, обнаруживающимся при всяком случае и в делах, и в словах, и во внешнем виде. Так, остановись сразу, в делах и словах. Вот выходит у нас тут Галя, вот это, Ренадия. И вот убеждают, что надо там побольше. Видишь, сколько разных ионцев возникает. Ну и убедили. Убедили, все-таки там 10, еще на 10 что-то собрали где-то. А можно было убедить даже еще больше. Прямо сегодня бы кто-то поехал. Сила убеждения. От чего она зависит? От красноречия? Нет. Совсем нет. Нет. Сегодня говорят, как, к цыгане. Они говорят, она подошла, напустила на него паморок этот. Она зазомбировали ее. Я говорю, я ей деньги отдал, ничего не помню. У христиан-то этого нет. Здесь слово, даже не сказанное, но вывод можно на это было сделать. Он не просит. Но он сказал, и так проникло все, что человек все открыл. Это вот богодохновенность от Бога. Человек понял, что это для Бога. Я каждый раз говорю, если у тебя, мне вот вызывается помочь, можно вам на карту перевести? Мне говорят. Я говорю, при условии, что ты веришь на 100%, что я не проем, не пропью, не проезжу. Ну и перечисляю все удовольствия где-то на 100%. И даже тебя будут убеждать, что я тебя обманул, а ты отдал деньги. Ты веришь? Верю полностью. Ну переводи, я к ним и не прикасаюсь к этим деньгам. Если хоть один процент, да мало ли чем в жизни бывает, я уже не возьму. Ты не мне даешь, Богу. Я не хочу, чтобы дар Богу был запятан твоим подозрением. Мне ничего не надо. Мне сказали, вот я жил у одних там, вместе с архиепископом. Он приболел немного, Антоний Силькевич, архиепископ в Лос-Анджелесе. И мы с ним каждое утро гуляли. Он приболел. И я ему, что уж говорил, не помню, но давал читать мои материалы к истинному православию. Тогда еще в газетах были где-то. И он пошел, снял деньги и меня отдал. Я пришел, сказал, говорю, архивладыка, это Антоний, ты пошел, я говорю, в банки и снял деньги свои, мне отдал. Он отдал? Да у него, говорит, снегу зимой не выкрасишь, он такой скупой. Я говорю, отдал. Они на меня вот такими удивленными глазами смотрят, как может быть. Я не просил, при том у него нет. Мне дали слово сказать по теме, объявили тема. Я только закончил говорить, подходит один человек, а можно вам деньги дать? Какие? На что? Ну, вот-вот, 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 вот-вот подошел и пять тысяч долларов мне сразу подписал. Я не знаю, что делать с этим векселем-то, это надо пойти, там, отоварить, переводится. Это Бог делает, человеку нельзя. Обмануть можно, но чтобы ни одного процента сомнений не было с первой встречи, это нельзя сделать. Даже, да, человек и бывает, жалеет, и там, за столько ли вы продали, за столько, обманывают, пытаются. Не за деньги они убиты, а зачем вы согласились солгать? За ложь убитый-то. А Невзоров обманывает, говорит, тогда было, что в общем уступить, должны были взносы сделать, а то он толкует так. Александр Глебович, а они, говорит, заплатили не полностью этот налог, и их убил Петр. А ни то, ни другое, ни правды. Никакого отношения ко входу в общину вообще нету, что за деньги. Но люди добровольно жертвовали, за столько ли. Ты могли не давать, нисколько сказать, у нас дети есть, мы им... А могли ли не продавать, а не солгали. А кто знает, за сколько. И поэтому, если случилось какое-то маленькое такое недоразумение, обман, ты должен сразу позвонить, и сказать, и прочее. Как огня боятся лжи. Вот это, да. Хорошо. Комментарий Игнатий Тихо-Челапкин. Апостол Павел заботился о, в кавычках, церковных кадрах, и был для Тимофея, рожденного им проповедью, истинным духовником. Все свои послания к Тимофею он наполнял увещаниями, чтобы тот проповедовал день и ночь в любом месте. О, да устрашимся сего мы, линяющиеся проповедовать. Иные опять благовременные проповеди почитают проповедь в церкви, а безвременные вне церкви. Вы, сегодняшние пастыри и архипастыри, вы называете себя православными, и перед народом вы оказываете себя как бы особо набожными, потому что вы являетесь служителями алтаря. Примените эти слова Вселенского Учителя лично к себе, представляя, что вы друзья Тимофея, и вместе с ним сопутствуете апостолу Павлу. Если будете это исполнять, то какие вы будете блаженны, и мы вместе с вами. О, да устрашимся сего мы, линяющиеся проповедовать. Иные опять благовременные проповеди почитают проповедь в церкви, а безвременные вне церкви. Мне на неделю один вышел по скайпу и говорит, вот мой миссионерский кружок, значит, теперь мы миссионерской работой занимаемся. Я говорю, и как? Ну как, мы иконки покупаем, а потом ходим и раздаем, а еще свечки покупаем в церкви и раздаем. Православные, говорю, теперь я понял, ты абсолютно православный. Сто процентов и с присыпкой сверху. А Евангелие, какое Евангелие? Он даже никак. Миссионеры русские вышли, православные. Иконки продают, дарят они. Витрины в своих шопах бить. Вот это православие, да. Быть посему. Главное, кордон церковный наполняет. Люди-то писания-то не знают. По бумажке все говорят. Вы знаете, Петр Первый, как бумажки-то отобрал у них? Слышал? Ну выходит, как Брежнев, а? Дабы дурь каждого видна была. Да. Считайте не по бумажке, а так, чтобы дурь каждого была видна. А он что скажет-то? Вот это дело. У нас в Потеряевке был один такой. К окрещению готовятся, и все, не готов. К окрещению батюшка его признал. Я говорю, да он не готов. Ну а как ты считаешь готов? Что все были как ты? Я об этом никогда не думал, что как я. Но он не готов его видать. Он жил там, где Алеша строится. Ну и как узнать его? А он поехал, приехали гости. И он их повез. А они знают, что одна из них корреспондент. Да еще и корреспондент с каким стажем. Кажется, пять раз она проникала только к боевикам Чечни во время войны. Эльвира Галюхина. Она помощник депутата. И она про нас напечатала статью. И эта статья так тронула из Москвы. Писатель прилетел к нам с товарищем Быков Дмитрий Львович. Сегодня мне скинули. Какой-то поэт считает стихи Дмитрия. Он у нас был. А как это может быть? Вчера его смотрели. И вот она, он ехал и дорога на лошади провожал их и говорил. И говорил, такое плел. Вот понимаете, вот сейчас так вот мы. А сейчас вот мимо кладбища едем. Здесь души сейчас вот они. Я прочитал, ты откуда это берешь где-то. Ну вот она написала в газете, напечатала. Та газета, это не два экземпляра. Ну что ж такое, а? Ну надо же. Ну прямо не знаю как. Ко бы меня не было, он заматерился. Прям заматерился. Все. Ну, она сказала как было. Ну ты говорил это? Да что это? Что печатало что ли? Да тебя уже никто не спрашивает. Трот разденул и вывалилась оттуда. И все. Уехали из Потеряевки. Человек, который насыщен священным писанием, как Серафим Саровский говорит, он плывет в Евангелии. Хорошее выражение. Плывет. Это у Езекииля есть такое, когда зашел, а там, говорит, вода из-под порога Дома Божия. Зашел там по щиколотку, там по коленам, по грудь и наконец поплыл. Вот уроки. Первая сессия, вторая, пятая. Поплыл. А у нас поплыл означает ответить не мог, что попало зарубит. Ну, поплыл. Можно? Да можно, ты и сам себя спрашивай. Можно? Можно. Вот на слова, значит, толкование, обличай, запрещай. Запрещай. И вот толкователь, запрети ему, который обличал, то есть, наложи эпитемью и наказание. Ситуация такая, значит, венчанный брак, муж, значит, оставляет сестру и женится на ее, и живет с ее дочерью. Священник, вместо того, чтобы запретить, обличить, наложить эпитемью, говорит. Ему нужно время. Он в такой прелести, ему нужно время, то есть, еще в этой, он в такой глубокой яме, то есть, ему нужно в этой глубокой яме, еще в этой жиже похлюпаться, похрюкать подольше там, и развод тебе ничего не даст. Он исповедуется, он причащается, этот блудник прелюбодеться. А ребенка крестит дома, без папа, один, сам. И как вот это, такое вот, нужно быстро? Оп-то, почему не накладывать эпитемью? Это вы меня спрашиваете? А я вас хотел спросить. Ну ладно. Ну, чтобы наложить эпитемью, надо хотя бы приблизительно знать, что это такое. Ну, вот расскажите им, папа, может, кому-то интересно станет, что-нибудь наложит. На вас, на вас, на вас наказание. Наказание какое? В поклонах. Да поклоны, разве могут быть наказанием? Поклоны, это радость. Мы беседуем с Серафимой Гавриловной, ей оказалось не 90 лет, а 91. Ей поздравительно пришла от Путина, ну, конечно, там секретарь, подпись Путина стоит, там, ну, она отпечатанная, как. Главы администрации района, отовсюду. Какая она была, как ее Бог спасал. Была трактористом, и вдруг трактор заглох ночью. Я вышла тут, смотрю, я передумаю, обрыв вместе с трактором, там, осколков не нашел бы. И она все это рассказывает. В газете напечатали, вот, «С цвет октября» мама-то с короны Алтайского края. И вот, когда начинаешь смотреть-то, человек это не знал, это, а тут дальше начинает проявляться. Эпитемья какая? Ну, какая? Вот сидим за столом, едим. Яйца Володя умеет печь их в кипяток три с половиной минуты. Три с половиной. Женщина не умеет. Она и кожура отлетит уже, и глаза потолок. Три с половиной минуты. Так рыбу она пищу варит. Ну, я счет смерти, это истинно так. И он ее скоблит там, а то сидит со мной рядом Никита, и лежу, кожуру бросил. А на кожуре вот, прям, чуть и на поле пался это. Я говорю, отчет, ты ее бросил? Ну, да. А почему же ты ее не выскоблил-то? Тем более, верхушку-то ты кожуру снял, ну, с корлупу. А дальше-то легко берется? Никак. Ты еще это покупал? Нет. Сам нести, как курица не умеешь. А так обращаешься. А нам это подарил Глушков яйца-то. Ну, он молчит. Я говорю, так вот тебе наказание, эпитемья. Это было в лагере, ну, допустим, в сентябре. До Пасхи в рот не берет яйца. И он не стал есть. До Пасхи. Я ему сказал, а ты сказал бы, стал он тебя слушать? Меня? Да, тебя? Ты даже сам удивляешься этому. А я нисколько не удивлялся. Я сказал и не проверял. Но я знаю, что он уже есть не будет. Даже зная его непокоривость и прочее, я твердо убежден. Он не нарушит это. Вот эпитемью-то священник не накладывает, что он знает. Какую он не знает, а дальше и слушать его никто не будет. А дальше его зато осудит архиерей, над ним будут люди смеяться. И так понятно. Вот так. Я накладывал эпитемью, ну, прямо здесь, скажу, сказал. Вот в это место, чтобы ты больше не заходил. Он ко мне заходит. Меня когда нету, в дом ко мне не заходить. Хотя все открыто. Ты понял? Ты вышел из доверия. Кто? Ну, одному юноше. А, юноше. Как говорю. Нектон. Капитан Нега. Открыто все. Эпитемия тоже. Он сунулся и нет. Я говорю, если нужно срочно, мне позвони. Недавно один брат так же, машина моя, газель. Я покупал ее, там, 730 или 750 тысяч. Это большая цена для машины такой. Ну, она здесь новая. Мы решили брать новую. Проходит какое-то время. Когда ее уже оформляешь, надо на кого-то. А что на меня? Я за рулем не сижу. Я на одного брата ее говорю, давай на тебя запишем. Он согласился. Ну, и как куда ехать, он звонит. А можно я поеду куда-то там? К родным? К отцу? К матери? К брату? К брату, если ничем не заняты, машина-то на ходу, да, поезжай. Ну, спаси, Христос. И он мне подряд начал ездить, ездить. Я говорю, знаешь, еще больше не спрашиваю. Садись и езжай. Тем более, ты участник собирал, там, деньги, сколько ты уложил. Ну, конечно, там, одну двадцатую или тридцатую часть. А теперь его долго нету. Машина стоит, он приезжает, на глаза не является, садится и поехал. А нам десятого выезжать, а тут несколько дней осталось. Так, мы только встретились, я сказал, больше машины не трогать без моего разрешения. Хорошо. Я и пятимину наложил. Теперь вот, я уезжаю, а он звонит. Мне надо поехать туда-то, с тем-то. А она на ходу. Ну, все, купили там генератор новый. С Богом. Поняла? То есть, надо быть благоразумным. Почему именно мне я разрешал, а друг не разрешаешь? Ну, потому что ты стал себя считать столь высоким, что не считаешь... Нужно уведомить меня, что ты уезжаешь, на сколько, будешь ли тут десятого. И что интересно, приезжает, машину ставит, доехала. Только поставил ее, остановил и сразу сломалась. Прямо в гараже. Тот же ремень порвался на генераторе. И подшипник полетел там какой-то. Это непростое дело. Попы не накладывают, они не знают. Он должен каждый грех высчитать. А эпидемия-то в основном-то понятная какая. Пост не соблюдают. Там написано, на два года отлучается от причастия. Два года. Если ходят регулярно, не пропускают. Он должен эпидемию. А не так, где-то. Аборт сделал. Второе правило Василия Великого. 10 лет. Но при больших слезах, при таком раскаянии, просто видно, земля плавится, на одну треть может уменьшить епископ. А епископ даже не знает ничего этого. Сегодня нет этого. А восстановить можно у нас восстановлено это. У нас также люди подали грех и столько лет стояли за дверями. То есть они стояли в храме. Но когда оглашенные за дети, они выходили. И только потому, что они выходили, мы, ну так как допустим, муж знал уже про это. А если муж не знал, а она покаялась, то правило такое. Если он ревнивый, то может зашибить ее. Ну такой вот, как сказать, злой, как старая блядись. Ну все, это да. Тогда и не говори никому. Батюшка знает, тебе не причащаться, но с соглашенными не выходи, чтобы он не догадался. То есть мужчина-то глупый. Если по-хорошему, его можно на ниточки вести. А когда ты на своем оставишь, его на веревке не утащишь. Он как козел упрется. И все. Умная эта женщина знает, как с ним обращаться. Она не будет воевать. Лаской. Помните, как в протестах пребывал? Исключительно лаской. Исключительно лаской. Вот теперь и петель я. Вот теперь и петель я наложил на книге. Не прикасаться, не облокачиваться, не задевать. Не облокачиваться. Ей сегодня не было бы. Галя, да мне уже тоскливо. Но она была, она была бы здесь стояла. Она за дверью стояла. Да? Ну слава богу, она не так. Она не обижается. Она попросила прощения. Не обижается ничего? Нет, нет. Я по делу говорю. Потому что это слишком большой материал. Она столько была. А ко мне сегодня она, сестра, подходит и говорит, она болеет. Если ее не будет, меня поставьте старшими книгами. А? Благостно. Благостно. Говорит, самовыдвиженство называется. А то Ксения Собчак на должность этого президента. А сейчас ее дела опубликовывает. Где она что говорила? Смешно. Русских ненавижу, как все евреи их ненавидят. Как она еврейка. Она есть. Скажу. Вот опять, значит, слова блаженного фифилакта. Иные опять благовременной проповедью почитает проповедь в церкви. А безвременной вне церкви. Вот мы с братом идем благовествуем. Раздаем Евангелие. Мы вне церкви благовествуем. То есть, ну иные так считают. Ну и мы эти иные. Почему только в церкви? Можно и вне церкви проповедовать. Подходим и нам заявляют. Не одиннажды, я уже много раз такое мнение слышал. Вот мы вот в церкви пришли, служба отстояли. Вот кому надо, он в церковь придет. А что вы тут ходите, шастаете, сектанты какие-то? Я говорю, так апостолы ходили. Мы проповедовали и Дух Святой на это, Христос. Ну что вы себя с апостолами, что ли? Сравниваете. Ну конечно. Подражаем им. Сравниваем, подражаем. Но. А вы себя с кем? Вот так вот я уж не говорю. Вот так вот думаю. Грешный, супергрешный, гипергрешный. Все. Конечно. Тарасик, ты вот эту девушку посади рядом с собой или сядь рядом с ней, вот с этой вот, с розовенькой, да, и научи ее рисовать. Рядышком сядь, покажи ее, возьми бумагу. Она просто круги вот такие наворачивает, она ничего не сделает. Не правда, она все рисует очень красиво. Да, 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 очень красиво. Пускай. Ооо, красиво. Она сейчас, я гляжу, большой лист бумаги, вот так смотрит вверх и вот так кругами по бумаге будет, я подошел и сказал, а зачем ты это делаешь? Просто даже не смотрит. Посмотри, он как нарисовал. Ну-ка покажи. Ну покажи той стороны, где это там с бородами-то сидят? Да вот. Это Огнюши рисовал. Ага. Видишь, лицо видно, глаза у него, рот на бочок. Да, подай, это, розовенькая, дай там. Ну что вы сравниваете? Я не сравниваю, но учить надо? Учиться. Мы на рисование ходим, учимся. Я недавно в интернете просчитал, родился мальчик без рук. Я не знаю, ноги у него были или не было, кажется, и ног у него не было. И когда он как-то ползал по двору, заметили, он пруть их брал и на песке рисовал. Они отдали его в школу художественную. И он стал один из лучших иконописцев. И икону подарил императору Николаю Второму. Вот, держите, все есть. Фамилия, имя, все указано. Надо заметить тягу. Вот мне сказали однажды, надо траву рвать вокруг келета. А один мальчик-то в это время не рвет. А он там, мне подошли, другие-то сказали, он не рвет. А что делают? А ничего нету, ставлю, стоит. Я потихоньку сзади смотрю, а там мураш. Мураш, один, потом второй мураш, они гусену сопротинули, керкет ногами, она ногами болтает, уже ничего не сделает. Они ее, как на тележке, поперли уже туда, на склад. Это уже у них все, колбасный цех. Я подошел и говорю, не надо. У него к этому наклонность такая, пусть изучает этих инсектиды, всех насекомых и прочее он нужен. Может, новое слово скажет. Надо заметить, к чему у него склонность. А это проще всего, дал ему, на, черти. Так-то и я могу нарисовать. Я вот насчитывал, архипелаг ГУЛАГ. Его не было в интернете нигде. Моя первая насчитка. Один говорит, считает, настоящий зэк. Так слушается. А другой считает, он ударение делает неправильно, его расстрелять мало. Вот и весь сказ. Расстрелять меня мало, к стенке поставить надо. Как на портрет Ленина. Еще его повесить или к стенке поставить. Второй Тимофей 4.3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть не будут накладывать эти 5-ми, и вещь об этом идет. А кто не накладывает эти 5-ми, зато он говорит, гибнет он сам, и убит того, кого допускает до причастия. Я батюшке сказал, он говорит, так если это так, тогда я сам должен выйти из храма соглашенным. Я говорю, так сделай милость. Хоть одно место будет чистое. Толкование. Итак, предупреди их, прежде чем не звернуться в нечестие. Мешаешь, долго мешаешь. Поэтому и сказал выше, во время и не во время. Пока еще имеешь возможность убеждать, делай все. Апостол обозначает выражение, будут избирать беспорядочную толпу учителей, а также и то, что они избираются народом, который будет действовать не по здравому разуму, но будет избирать тех, которые станут поблажать их похотям. Так, остановись. Скажи, пожалуйста, дорогой брат, в какой обстановке ты проповедовал, невыносимой обстановке, и люди слушали бы тебя? Они никого не слушают, но вдруг там ты появился, в этой невыносимой обстановке, и они все замолкли, все бы тебя слушали. Назови один момент в жизни своей. Да я не вспомню такого момента. Давай. А я вспомню, вот мы ехали из дома престарелых, в автобусе, и молодой парень сидит, а я с бабушкой, старенькие у меня бабушки стоят рядом, я к нему как-то обратилась, говорю, ну тебе как ты вот сидишь-то? Он, да, я что там как-то, так отвечать еще начал, и разговор завязался. Ну и как-то, я не знаю, так получилось, что я о Боге стала говорить, и громко на весь автобус слышу, прислушиваются здесь, прислушиваются там. Стала на весь автобус говорить. Какое-то время была тишина. Но потом, как взорвался автобус, одни кричат, замолчи, с проповедью своей тут развела, а другие кричат, а что вам материться надо, пусть говорит, говори. И вот так вот. Вот было такое. Так, еще кто, что можно сказать? Миша, ваш путь маленько не такой, как у апостолов-то. Один случай я вспомнил. По Ленинскому шли, как раз Кальмаев был, Михаил вот, Володя, и полиция, кто-то настучал, говорит, трое бородатых ходят, что-то раздают. И Михаила Кальмаева в машину посадили, а Володя снимает. И полицейский вышел. И на меня тоже, казалось бы, обстановка-то невыносимая, сейчас нас сельско-гольбуду увезут, а я этому полицейскому начинаю прям проповедовать, прям смело, не боясь то, что вот... А, ну, сказать, что обстановка невыносимая, ну, конечно, это большая натяжка, и там обстановка, ну, какая необходима, невыносимая, ну, кричат, замолчи, а другие-то кричат, говори, то, что уже не невыносимая. В общем, ну, тут, конечно, ладно, ребята, не было ни у кого ничего. Давайте рассказывайте. Я рассказываю так. Вот когда на суд привозят, один центральный район, тут пять, городской суд, это шестое, краевой, седьмое. Вот только в Барнауле семь мест, где-то идут гражданские, уголовные, это еще умножать на два надо. А сейчас еще там административные, какие-то межсоседи, землянеделя, там как-то называется судья отдельно. Какое-то слово такое. Земельный комитет. Ну, что-то такое. То есть много. А когда привозят в КПЗ, не в тюрьму, в одно место стаскивают всех. Потому что придет машина, ЗАГ, и надо набить ее не буду же по камерам. Вот теперь у кого-то нечего курить, а когда кучу-то собью, дай, дай. А они в три папироса курят. И меня туда в конце, уже когда их сбили всех, и меня тоже вытащили, туда к ним бросили. Я зашел, а там вот как вот сидит девочка, и на таком уровне, как, ну, спать, чтобы было там, не знаю, палате, нары назвать, где-то. И там только, видать, где-то вверху окошко, чуть-чуть белеется. Ничего не видать в дыму. Забита полностью. Она широкая камера. Дышать совершенно нечем. Вот я зашел, я приглядываюсь, как черви там вот, шевелятся где-то, а ничего не видно. Свету, во-первых, нету, там лампочка чуть-чуть, где-то, и она так, даже не видать ее. Я только вошел, сразу, мир, дом и сему. Так, кто желал бы о Христе что-то узнать, услышать, и стал им проповедовать. Я говорю и дышу, и у меня хлопьями дым это залазит. Я нигде, кажется, такой плотности дыма не видал. Ну, это недолго было, но может быть 10-15 минут. Большего внимания трудно было найти. Отец, тебя хоть кормили сегодня или нет? Тут у меня осталось маленько. Каждый старается чем-то. Тебе может закурить надо. Вот папиросы тут есть. Невыносимое. Невыносимое дышать нечем. Их всех увезли, меня одного оставили в этой закуренной комнате. А там по вызову вызвали, ты вышел, тебя посадили по разным машинам, это не одна машина. А я остался один. Кто покаялся, кто не покаялся, знать не знаю. Но теперь вот и размышляй. Теперь, а почему так случилось, что было? А там молва уже пошла, тут батюшку взяли, он говорил. Это новость для них. Они этого никогда не видели. Я сидел, он такой активный, во главе группы шел за паровозом, Север Владимир Митрофанович, директор рыбокомбината. Приехал, чуть не гость целую, вытаскивает шурупов, а изнутри у него копейки, он ее размонтировал, машину-то. Откручивает эти, которые скручены, чем машина-то. Я ему говорю, ты бы где-то достал мне бумаги, мне надо салты переписать крупно, чтобы молиться можно было-то. Он на следующий день принес вот такую пачку бумаги. А где-то там я шел, говорит, мимо, они режут бумагу, выдавать, дачки кому принесли, разбивать где-то. У него нож, кажется, был, обрезали бумагу, так, а то у меня где-то она есть. Ну, я его огорчил. Сижу, день переписываю, второй он подошел, ты что делаешь-то? Я бумагу тебе доставал, а ты, я думал, ты баб голых рисовать будешь. Я говорю, зачем это нужно? Я псалтырь переписываю, давай ему считать где-то. Я не верю. Я его подвел. Я в течение, кажется, месяца переписал печатными буквами. Крупно-крупно. И теперь каждый день молился. Так. Час девять. А что осталось? Час девять минут. Второй Тимофеев 4,4. И от истины отратят слух и обратятся к басням. Во. Толкование. Видишь, они не по неведению заблуждаются, а произвольно. Отратят, говорит слух, обратятся к басням. Следовательно, их зло добровольно. А произвольно как переводится? Никак не переводится. Ну, что такое произвольно, как? Смысл? Переведи другим словом. Свободен. По своему желанию. Свободен. Как? По своему желанию. По своему желанию. Доброволь. Свободен, наверное. Мы сегодня смотрели, у старых нас обвинчают и священник спрашивает, и ты, Константин, произвольно берешь сию стоящую при тобой Анастасию? Произвольно беру сию настоящую Анастасию. Дальше ее спрашивают, Анастасия, ты произвольно выходишь замуж за Константина? Да произвольно выхожу замуж за Константина. Я говорю, это что? Вещание? А Володя говорит, это кино. Он раздевается, крещение у него разделся и полностью нитки у него нет никакой и в воду и он во имя Отца, а минимум под воду. Все дальше правильно. Но кресле-то ни ниточки нет на нем. Он сзади показывает со спины, а когда вылазит, его материя обматывает. Я говорю, да как это что? Володя признал, что это фильм какой-то. Это знахарь. Сериал такой здесь. Польский? Да нет, там русский. Это современное. Апостол говорит это не для того, чтобы повернуть ученика в уныние, но чтобы убедить воспользоваться настоящим временем безопасности на должное и чтобы он мужественно переносил, когда это случится. Как и Христос говорит, они будут отдавать вас в судилище и будут бить вас. Фея 10-17. И сам Павел в другом месте. По шествии моем войдут к вам лютые волки. деяния 20-й глава 29-й стих. Но вот такое мнение я слышал. Но он же искренне заблуждается. А здесь написано, что он добровольно заблуждается, добровольно убирает зло. Оба упадут в яму. Все. Да я сейчас об одном и том же говорю. То есть человек произвольно, добровольно выбрал себе лжеучителей, которые льстили бы слуху. Он выбрал это зло, толковательным говорит. Выбрал Осипова. Выбрал Осипова. А другой говорит, ну вот слушающие Осипова, они же искренне заблуждаются. То есть он как бы защищает их. Потому что они же искренне веруют, значит они не виноваты в этом. А толковаться говорит, виноваты те, кто Осипов выбирает. Слепой слепо ведет. А кто упадет? Оба. Разницы нет. Впереди который идет и который позади. Оба упадут в яму. Еще дальше толковать-то. Но какое-то местописание сейчас есть, что пытаются докопаться до истины, поэтому иногда вот уходят в уклонение. А истина открытая, да не надо подкапываться под нее. ища правду или что-то какое-то. Давай дорисуем еще раз. Делайте глаза, они что-то не имеют. Мы Игоря с вами курси. Кружок рисования открыли. Да работайте. Мне пророчат сейчас, что вас все-таки там потеряем. Вот вы так сейчас нынче делали, разгромят. Они не потерпят. Я ни граммов это не принимаю. Мы будем только улучшать. Колодец очистили, осветили. Теперь козы не ходить прямо рядом. Только краник и все. Это уже одно. Теперь включать редко эту плиту больше. Печка горит нормально. Я не знаю, что там у нас еще изменилось, Владик. Да все у нас как надо. Девочек вспоминал, что они шкурили, как хорошо. Пришлось деревенских всех мобилизовать. 11 здесь, кажется, щелк у меня сразу шкурили. Второй Тимофей 4,5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Толкование. Видишь ли, почему апостол сказал прежде всего, чтобы он бодрствовал? Как бы так, говорит апостол, прежде чем наступить этой гибели, пока не придут волки, пострадай и добровольно, и против воли, чтобы привести овец в безопасное состояние. Следовательно, дело благовестника страдать и от себя, и от посторонних. Таким образом, когда исполняется служение, тогда исполняется служение, когда кто страдает. И комментарий Игнать Тихоновича Лапкина. Когда совершается брак, то священники, согласно установлению, возлагают на врачующихся венцы. При этом венцы должны возлагаться только на тех, кто сохранил свое девство непорочность. Это венцы за победу над врагом на блудном поприще. Они одновременно осознают, что возлагается как бы терновый венец, подобный венцу нашего Господа, потому что в семейной жизни будет много скорбей и печали. У сочетающихся браком ждут как бы бури, как корабль, который выходит в бурное море семейной жизни, покинув тихую пристань девства. 1 Каинфонам 7 глава 28 стих любимая глава. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Святой Иоанн Златоуст в своих шести словах о священстве подробно говорит о великих опасностях и скорбях, которые поджидают духовного пастыря священнослужителя. Сегодня придумали церковные награды и награждают красивыми блестящими митрами, объясняя, что они прообразуют терновый венец Христа. Если священники так вожделеют этой награды, то есть этого тернового венца, достойного всяких наград в вечности, то они должны помнить слова блаженного Фефилакта, что этой награды, этого венца, то есть митре, легче всего достигнуть через проповедь, обличающую, запрещающую, питающую. За такие проповеди тебя обязательно будут гнать, и ты будешь на грани мученичества даже в мирное время. Далее цитата. Следовательно, дело благовестника страдать и от себя, и от посторонних. Таким образом, тогда исполняется служение, когда кто страдает. Катируется Фефилакт. Далее Игнать Тихоич продолжает. Через проповедь, приносящую страдания, пастырь действительно сочетается с вечным женихом Христом и получит нетленный венец, даруемый женихом своей невесте за ее верность. Святитель Феофан Затворник говорит, цитата, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. Матфея 10.32 Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Такой труд, какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос есть единородный Сын Божий и Бог, который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святовой Марии Девы, и вочеловечился, был распит, пострадал, погребен, воскрес в третий день, вошел на небеса, сидит одесной Бога Отца и опять придет судить живых и мертвых, и что Он послал Духа Святого на святых апостолов, силу Его устроивших на земле Святую Церковь, которая научая истине и освящая таинствами, правильным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, запечатляй их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого человеческого лица заявить, что так а не иначе нужно веровать, чтобы спастись, готовясь вместе потерпеть и то, за что в этом ином случае достанется тебе. Заграждаю уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед людьми, а Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. Далее цитата. Знаете ли вы, возлюбленные братья, за что хотят погубить меня? За то, что я не приказывал стлать перед собой богатые ковры, что никогда не хотел я одеваться в золотую шелковую одежду, что я не унизился до того, чтобы удовлетворять жадность этих людей и не держал стола открытого для них. Племя Аспида всегда господствует, осталось потомство увезовели, но и благодать подвизается с Ильею. Иродиада также здесь. Иродиада все еще пляшет, требуя головы Иоанна, и ей отдадут голову Иоанну, потому что она пляшет. Другая цитата. Христос со мною, чего я устрашусь? Его Евангелие в руках моих, посох, на который я опираюсь. Вот где мое прибежище, вот мирная пристань души моей. Бури на меня воздвигнутые, море на меня низвергнутые, неистовство государей и сильных мира. Все это для меня не более паутины. Святой Иоанн Златовуст. Время? 21 минута. А где вы встречали, чтобы священник наказал выпить Илью? Где я встречал? Да, ты где-нибудь встречал? Я сам лично для себя выпросил у отца Якима, больше нигде не встречал. Три года стоял в коридоре. Вот идет исповедь, и священник должен отпускать человека, если не допускаете, пить Илья. Строго, определенно, что должен делать или не делать. Да про это вообще разговоров нигде не ведется в церковной среде. Просто нету. Ну, а дальше вторая часть предложения. И на кладке пить Илью? Гибнет сам и того, кого допускает. Дальше-то. Почему Златовуст говорит, большая часть священников погибает? Вот их собралось тысяча, допустим, на совещание это. Пятьсот с лишним только в ад пойдут. А теперь спроси, есть ли такие, которые боятся этих слов Златовуста? Нет. Мне один прямо сказал, что вы Златовустым носитесь тут со Златовустым? Ну, это прямо сказано. Настоятель. Настоятель храма. Библию читаю, вы как баптисты. Стал считать, я говорю, а Серафим Саровский вообще ни одного спасенного не нашел. Да кто такой Серафим Саровский? Это говорит настоятель. то есть их там таких если бы начал патриарх их как следует проверять перешерстил бы там бы ничего не осталось. Так у него внешних сношений этот сергей ораторий пишет музыкант. Задает вопрос о Бороде. Священник там такой речистый и говорит все знает. Говорит из него как будто просто из прорезанного мешка сыпется. Я фамилию просто не хочу называть. Самый самый такой просто стрекочет. Еще как будто нет Библии. Какие-то доказательства то другое ну это надо конечно чтобы культурно было и то другое пыльно было вообще говорить не по делу ты сказал бы так Бог так сотворил и весь больше ничего Бог так сотворил ну неужели скоблинцы их называют скоблятся неужели Ной скоблился сидел там на своем корабле на ковсеге неужели по их фильмам Авель или там даже Адам Адам был юноша потом Борода конечно была ну Бог так устроил никак но это когда-то было как когда а голова а голову тогда обрить нет но так говорят волосы на голове были обриты на голове а на бороде отдельно говорится борода на голове но считается голова вот она высший глаз который вот эта голова затылком а борода как будто голове не относится она отдельно выделяется везде не стригите головы кругом и не порти края бороды Библия так показывает и неоднократно говорится ну вот Библия нам говорит не стриги головы кругом но мы же стрижем мужчины стригут но пейси то мы не отращиваем как и первую вещь касается это мужчин мужчин дальше не стриги головы кругом а то получается бороду соблюдаем а пейси не ростим да почему церковь усыновила у нас есть ответ что-то было временно для них во время войны необходимо было он в темноте узнавал свой или чужой даже раненого брать не брать где-то а кто это будет если он к ним не относится к нам это не относится а там а в новом завете не написано даже не написано но надо исполнять церковь усыновила та же в верхом завете написано не открывай наготы матери твоей сестры твоей там тетки твоей в новом не написано завете замолчали как и как об одном сказал а как это никак бороду трогать нельзя обрили обрили не остригли обрили обрили слугам Давида полбороды обрили а теперь они мерили это половинка вот вот здесь у меня 10 сантиметров а здесь 5 и он сидел пока не отрастил как не получается еще месяц и наконец все телеграмму домой ждите скоро остался полсантиметра да растет и домой дальше легко рассуждать земной Иерусалим Давид не запустил туда как это к нам относится да мы в небесный Иерусалим все понятно а католики стали с католиком она говорит а католик говорит ну а как написано если проказой болен то надо было волосы остришь да какое отношение к проказе то имеют это значит вы бред если все прокаженные дальше если вы вот дел ну меня везут на операцию мне сказали тогда было по-другому давал наркоз какой-то как шланг такой гофрированный его в рот затолкают вам надо побриться будет я говорю у нас это не положено подошел второй что-то посудили ну ладно мы сделаем так я говорю вот так вот убрать и все все да и куда на меня в рот никуда не залез где-то все так и сделали сегодня какие-то уколы могут дать а тогда было вот так это как ты поставишь себя да как как ты с собой разве не власть ты там больница тюрьма так у меня операцию сделали разрезанной так манку принесли а что она с молоком да а у нас пост ну и что ну пост и не едят молостно что отдельно готовить будет а я не прошу а как будет я говорю 5 дней осталось до рождества я и так пролежу каких-то 5 дней это ее моржу и на той стороне на одной ноге они ушли они какое-то время прошло сварили манку тащат принесли маленько проходит сок сок какой-то вкусный такой да они мне несколько раз я говорю на вылетели мы пересадка в Финляндии была потом на Америку лететь и сразу пошли эти стюардессы подошли ну я маленько так еще припоминал по-английски я говорю у нас пост идет сейчас есть нельзя а что можно я сказал что нельзя а остальное можно и они подошли ко всем два раза а ко мне четыре раза землянику орехи зернышки кедровые или какие-то где они только взяли 92-й год и последний помню но у меня тут интересный случай был с бородой в общем летом некому стричь меня а мне надо ехать уже оброс в интернет зашли по 100 рублей парикмахерская прям в центре вот здесь прям на лифте поднимаешься на третий этаж красиво все я думаю неужели тут за 100 рублей меня подстригут там администратор такая доброжелательная вышла такая встретила меня я смотрю там все закрыто ничего не видно она подождите вам сколько насадок я говорю мне а что такое насадки ну вот на машинку сколько насадок у вас прическа будет я говорю одна она одна ну ладно 200 рублей я говорю ну 200 ну ладно думаю уже что пришел ладно я говорю хорошо сейчас приведу приводит минуты через 2-3 женщина такая ну лет 40 наверное хорошая такая все пожалуйста доброжелательные все проходите я захожу там у них портьеры такие зашел там у них кабинеты отдельно раскошеливайся пожалуйста да сажусь сел она сколько насадок я говорю я обычно стригу с 9-ой насадкой одна насадка 9-ой и вот так мне сделайте и все я пошел она ну ладно ну я сел сижу в зеркало смотрю смотрю там молюсь на нее посмотрю как она работает она вот так мне раз раз потом встала вот так с машинкой и стоит на меня смотрит я на нее смотрю минута прошла вторая я говорю что-то не так у меня там сзади она да нет я это а я смотрю она дошла вот сюда а здесь у меня вот так вот все это вот так вот и висит я говорю а я так не понял потом а вы думаете бороду тут мне как она да я не знаю что там дальше делать я говорю а да да а я забыл сказать то я говорю правильно бороду не надо трогать она а где борода у вас начинается я говорю отличный вопрос я говорю вы верующая что ли она нет я говорю откуда вы знаете ну мне как-то показалось что вам борода очень нужна я говорю это правильно я вам забыл сказать я говорю привык что меня сестры стригут я говорю вот так вот сделайте А вот отсюда, говорю, пошла борода у меня уже Вот так вот, говорю, смотрите, вот видите По середине уха Она, а, все понятно, хорошо, раз-раз Обработала мне, все Вот тут ничего не коснулось, ни одного влазка За 100 рублей? За 100 Потом, когда вышли, она говорит, сколько насадок? Это, управляющая, так Одна Ну ладно, тогда 120 120 рублей И вот стрижет Да, вот тут Обращайся, Игорь, я тебе одну насадку Садку бесплатно состригу За 100 рублей? Камья, она говорит Да, нет, стрижет Косички заплетают Хорошо, Гарри, я узнал Я уже косички заплетаю, Гнатью, он мне не дается Давай, 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 давай заплетать Не получается Да нет, еще нет, не получится Я приносила вчера У вас хороший волос, у вас, я так представляю, как у Еремии приблизительно Не дается Я так почему-то Еремию представляю У меня волосы были, здесь кольца не шли Мать подойдет, как у Ару Что тебе подстричь надо, Сережа? Рано пока Конечно, рано, я уже посмотрела Она такими колечками Не дает Обычно юноши не любят, когда такие колечки Игра на свадьбе, возьми, да, Надя, скажи Ой, волосы-то как у тебя кольцами Как у Персид Значит, она меня за волосы полюбила Я сразу же быстренько пошел и снял волосы И на свадьбе на фотографиях я сижу уже, еще нет Можно вам припередать поклон? Давай, а большой? Заняйся Большой Были мы на Рождество Пресвятой Богородицы в Знаменском храме Встретили там Фаину Соломоновну Она же со слезами Я вас так всех люблю Я за вас молюсь Я вас всех помню И помолите за меня, у меня, говорит, ноги болят И сама на ногах Она с палочкой У нее шейка облома была С палочкой коль Шейка-бедра Сама Мы записали, когда пришли в Барнауле Она в больнице лежала И я подошел к ней, она лежит Ноги-то так подняты у нее там И как увидела Она глаза мне говорит Это кто ко мне пришел И там заплакала, кажется С кем я был? С тобой С Татьяной Кузьминичной С Татьяной была, да? Ну, слава Богу, похлоп Я не молюсь каждый день Поминаю ее имя Я и сказала, что мы ее все помним И молимся Еврейка Давайте Алиша, быстренько к Игнату Давай, скорее, скорее Юбочку поднимите Юбочку поднимите Девочки и мальчики Я вас просила за Катерину Катерину, которая кукеты нам давала Пожалуйста, молитесь за нее Она сейчас должна на операцию лечить Но подпишитесь Ну, молитесь, пожалуйста Ну, вот, давай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господа нашего Иисуса Христа Посети болящих, посети Посети болящих, одиноких, покинутых И воюющих, примири И нас распусти с миром по домам нашим Тебе, Боже, слава Тебе, хвала, счастье, поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Господи, прими нашу молитву Как жертву вечернее И благоухание приятное Перед престолом Благодати Твоей, Господи И соедини нашу молитву С молитвой всех святых Молящихся Тебе на небе и на земле Услыши, Боже, всемогущий Молитву всех Молящихся о нас Во благо о нам И прими нашу молитву Господи Божий наш О всех Заповедавших нам молиться о них Спаси их И помилуй А Тебе добоет слава Хвала, счастье, поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь И говори, Господи, Владыка Слушай и дослышит раб Твой Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух Аминь С миром Божиим Спасибо, Христос Давайте, закрывайте Таня, подай Таня Так, я попрошу Я без машины Поговори, брат Поможь, отвесительный шаг Да, отнесем Весительный шаг Весительный шаг Ч etme Весер